Профессиональные спортсмены, которые задают темп. На них могут ориентироваться любители. Никита из Анапы. 12 лет занимался легкой атлетикой в детско-юношеской спортивной школе «Алимп». Сейчас работает тренером. Полумарафон – это чуть более 21 километра. На его флаге 1 час 34 минуты. Для меня это отдых. А для кого-то это достижение, может, всей жизни. У кого-то мечтает сейчас 34 пробежать. То есть он меня видит, я с флажком, меня видно издалека. Перестраивается ко мне на дистанции. И я его всю дистанцию сопровождаю, помогаю бежать на это время. 10 километров – это уже массовый спорт. За те же полтора часа их может преодолеть практически любой желающий. Я вам желаю удачи, успешно пробежать дистанцию, здоровья, благополучия. И одновременно мы проходим эту дистанцию, посвященную 70-летию освобождения Кубани от немецкого фашистских докладчиков. Давайте похлопим. Спасибо вам большое. Удачи. На старте около 400 участников – жители европейской части и юга России. Организаторы считают, что для дебюта это достаточно неплохо. Так открыли легкоатлетический сезон не только в Анапе, но и в России. Температуру 10-12 градусов выше нуля специалисты считают идеальной для забегов на длинные дистанции. Маршрут пролегал по улицам Горького, Красноармейской и далее вдоль Пионерского проспекта. Для полумарафонцев – разворот в Витязево. Для участников забега – на 10 километров в районе Дельфинарии. Как настроенница? Мы бережем силы, а в конце всех обгоним. Геннадий Запольских из станицы Смоленское, северского района Краснодарского края. О том, что в Анапе будут проходить соревнования, узнал из интернета. В этом году ему будет 65 лет. 15 из них он занимается бегом. Я себя чувствую как молодой, тем более среди молодых. Здоровье на самом деле улучшает намного. В этом году первое место у Владимира Саватенкова из Волгограда. Ему 28 лет. Больше 10 из них он занимается легкой атлетикой. Вот эта трасса очень даже хорошая. Трасса, можно здесь что-нибудь интересное придумать. Если учитывать, что сегодня с утра был такой ливень, то мы бежали вообще практически в идеальных условиях. Второе место у Романа Малых. Через месяц он планирует принять участие в Вартердамском марафоне. Полумарафон в Анапе – площадкой для проверки возможностей. Все сделал так, как задумал. Примерно темп на марафоне, как планировал. Вот на половинке выдержал. Чувствую, что сила есть еще половинку также пробежать. К следующим соревнованиям организаторы планируют заручиться поддержкой Российской Федерации легкой атлетики. Так как сочетание климата и рельефа они считают практически идеальными для проведения подобных забегов. Прежде всего, это дистанция для рекорда. Здесь очень маленький перепад высот. Здесь 10 километров в одну сторону с разворотом, минимальное количество поворотов – это все способствует тому, чтобы поставить рекорд. По словам Михаила Громова, в перспективе проведения забега по песку и на этом возможности территории далеко не исчерпываются. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Руслан Душевский. Анапа. Регион.